Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в стенах магазина Склот, этого дворца современного скейтбординга. И сегодня, наконец-то, я поговорю на тему, которую я так люблю говорить, а именно о кроссовочках. Да-да, друзья, вы не ослышались. Обзор новый, актуальный, приехавший в магазин Склот коллекции Nike SB прямо сегодня, прямо здесь и сейчас. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Ну что, начнем, наверное, с общего моего впечатления коллекции. Понятное дело, что после того, как Nike громко и во всеуслышание объявил, что он уходит с рынка, появилась сразу же практически такая вещь, как параллельный импорт, и в рамках вот этого самого параллельного импорта к нам приходят какие-то интересные модели. Интересные они тем, что они не совсем повторяют популярные коллекции, которые сейчас есть на Западе и на Востоке, а скорее что-то такое, что называется перепало. Но среди этого перепала есть действительно очень много интересных, необычных моделей, которых, наверное, в другой ситуации мы бы, наверное, внимания не обратили и особо не рассказали. А здесь расскажем чуть более подробно. Начнем, наверное, с такой неубиваемой классики, как модель Zoom Enosky. Штефан Enosky. Человек в свое время, я еще помню в те времена, когда он был самым молодым подписантом Nike Skateboarding, и очень радовался, что у него появилась своя собственная модель кроссовок. Нужно сказать, что если практически все остальные модели, которые были, мы сейчас говорим и об именных моделях, Пола Родригеса, Эрика Костона, это были все-таки такие, ну, достаточно массивные кроссовки, равно как и те же самые скейтбордические данки или скейтбордические блейзеры. Вот. И среди них модель Enosky, она смотрелась, ну, такой очень необычной. Хотя, с другой стороны, очень похожей на то, что выпускают многие другие скейт-компании, а именно то, что в простонародье, наверное, называют такой вот, ну, скейт-тапок. При всей своей простоте видимой дизайна здесь скрывается достаточно много интересных таких технологичных новинок. Ну, и не только новинок, но и технологий. Во-первых, конечно же, известная всем и любимая всеми, кого я знаю, из скейтеров технология Zoom, то есть та самая очень хорошая технология амортизации, которая у нас вскрывается в стелечке. Вот она у нас здесь видна, такая красивая. Поэтому человек даже с достаточно серьезным весом, типа моему, очень хорошо может притемляться на пяточку и особо ничего не чувствовать. Здесь у нас есть очень интересная искусственная замша, усиление на передней части кед, которое, как бы, позволяет меньше травмировать и меньше портить эти кеды во время выполнения различных трюков. Есть небольшое усиление, ну, в виде второй такой вот части задней части кроссовка. А, кстати, вот здесь еще тоже, когда мы начинаем вот так вот прощупывать пальцами, прям видно, что пяточка у нас здесь еще усилена, то есть такой стаканчик сзади присутствует. Ну, а в целом такие очень опрятные, очень простые кроссовочки, давно ставшие классикой, в приятном очень летнем цвете и по очень приятной цене, я бы сказал. Дальше, кроссовки, такие вот кроссовки хамелеон, кроссовки шпион, кроссовки непонятные с первого раза. Когда вот так вот смотришь издали, ну, может показаться, что это такие классические скейтбордические блейзеры. Но при более внимательном рассмотре понимаешь, что это не так, потому что у классических все-таки SB-блейзеров у нас есть толстый язычок, у нас есть зум в стилечке и у нас, в принципе, они сами такие достаточно большие. А потом, когда начинаешь смотреть название, понимаешь, а, это же симбиоз, кроссовок блейзер и корт-мид. То есть, корт, найк-корд, вот эти вот легкие, практически теннисные кеды, которые присутствуют, здесь соединили с силуэтом найк-блейзер, достаточно популярным. В результате появились летние кеды. Здесь присутствует у нас небольшое усиление в пятке. Здесь у нас есть вот такая вот с внешней стороны наклеечка, которая тоже помогает при выполнении трюков. Что мне не совсем понравилось, это отсутствие как раз вот этого зума в стельке и не совсем понятно все-таки с вот этой вот тонкой очень историей с язычком. Не знаю, может быть, тот, кто катает более профессионально, чем я, подскажет, что на самом деле не все так критично и для кого-то как раз такие кроссовки более удобные, чем более массивные, ну, не знаю. На мой взгляд, на каждый день эти кроссовки прям идеальные, тем более для лета. Они очень легкие и, что мне тоже еще нравится, они сделаны из светлого канваса. Как все мы знаем, что настоящие скейтерские кроссовки, они должны иметь следы эксплуатации. Соответственно, на светлых кроссовках следы эксплуатации у нас появятся очень и очень быстро. Ну и классическая расцветка, белая с черным, с таким вот немножко рваным, с вушем. Мне очень нравится. Это такое вот детское написание сзади. Короче, обратите внимание, по сравнению с моделями Nike Blazer и другими кроссовками Nike, цена тоже достаточно приятная. Следующая модель, о которой поговорим, это тоже интересная такая модель, кроссовок, который называется Force 58. Сразу может быть такой момент, а при чем здесь 58? Это далеко не год основания Nike. Скорее всего, это тоже не год рождения кого-то из скейтеров. Нет, все очень просто. Просто визуально цифры 58 похожи на букву S и B. То есть, тот же самый скейтбординг. По сути дела, перед нами Force 58. Это же варианты типа кроссовок Nike Force. В коллекции скейтбординг. Расцветка повторяет расцветку команды баскетбольной New York Knicks. Хочешь сделать что-то прикольное, сделай это в расцветке New York Knicks. И здесь это все получилось. Толстый язычок, как раз подходящий для скейт-моделей. И сейчас еще посмотрим по стелечке. Есть ли у нас здесь этот. А, в стелечке, кстати, зума нету. Жалко. Ну, ничего, значит, такая модель без зума. Опять же, друзья, вот для меня все время раньше скейтбордические Nike и зум, это были таким вот знаком равенства. Скажите в комментариях, ошибаюсь ли я. Может быть, этот зум не всегда нужен. И вот такие кроссовки тоже очень удобны для катания. Не просто для того, чтобы в них ходить. Но, в любом случае, кроссовки, которые с элементами скейтбордических, тоже здесь усиление у нас есть для трюков. Тоже вот такая вот подошва. Вполне вероятно, тоже в них можно очень хорошо кататься. Если кто катался, тоже напишите. Но для того, чтобы использовать их каждый день для носки, я бы прям очень сильно советовал. Плюс, ну, люблю я всякие маленькие детальки, которые здесь присутствуют. Например, в виде маленького повторения свуша вот здесь вот в передней части этих кроссовок. В последнее время он часто попадается на различных, там, коллекционных моделях первых Air Max, Force. Ну, вот здесь тоже решили как небольшой такой элемент декора добавить. А вот здесь, кстати, свушь сзади убрали. Только на подошве есть его упоминание. Далее, новая тоже относительно модель Шейна Унила. Которая тоже немножко у нас напоминает кроссовки Штефана Яноски. Но и все-таки немножко от них отличается. То есть, здесь у нас различается шнуровка. Здесь у нас все-таки немножко потольше язычок. Вот этот вот стакан, если можно его так назвать, здесь, наверное, выглядит чуть более массированно. Чуть более плотная пятка. И тоже у нас здесь присутствует зум в подошве. То есть, замечательный профессиональный скейтбордист Дима Егоров очень-очень сильно рад. Логотип Шейна как на стельке, так и на этой тоже, на язычке у нас присутствует. В общем, тоже такая модель. Если честно, лично для меня, ну, более органичными для повседневной носки. И, в принципе, вот так, с эстетической точки зрения, мне кажется, модель Яноски. Модель Шейна чуть более отсылает, наверное, к таким классическим моделям Вэнса. И чуть меньшее количество деталей. Ну, не знаю, я вроде как говорил, что мне вот такая вот монохромность без различных элементов. Когда они сшиты, она, конечно, нравится немножко, ну, чуть поменьше. Но, в целом, с другой стороны, очень приятный такой вот цвет, отсылающий к университету Северной Каролины, где учился Майкл Джордан, и который для компании Nike является таким одним из основных цветов. И сама по себе такая спокойная модель. В общем, как для повседневной носки, так и для скейтбордического катания. Я думаю, что очень хороший вариант. Дальше переходим к легенде, к легенде. Перед тем, как записывать этот выпуск, немножко поговорили с оператором. Я ему сказал, что, говорит, ты знаешь, вот если честно, с одной стороны, господин Ишот, чью именную модель тоже есть у Nike, мне все время его кроссовки, как созданные им Nike, как еще какие-то модели, все время казались самыми-самыми некрасивыми, что ли, самыми скучными. И мобисменный оператор сказал, ну расскажи об этом зрителям. В общем, зрители, я вам про это рассказываю. Модель, которая, с одной стороны, мне все время казалась такой самой скучной, одной из самых неинтересных, может быть, не знаю, лишенной какой-то своей индивидуальности. Все-таки, ну реально, если смотреть на другие модели Nike, это либо отсылка к классическим найковским моделям, либо какие-то собственные интересные решения. Здесь, ну такие вот то, что мы называем скейт-кроссовки, более-менее классические. Из интересных элементов перевернутый свуш, из интересных элементов маленький свушек тоже впереди. Очень интересная технологичная здесь шнуровка. И посмотрим, есть ли здесь зум. Да, зум здесь есть. Причем, друзья, зум здесь такой, что хватит на несколько лет вперед. Ну, смотрите, какой здоровый. Вот такая вот очень прикольная. Это, кстати, даже не зум, не зум. Мне кажется, что это даже лунарлон. Тоже очень хороший, очень-очень хорошо амортизирующий материал. Ну и такая немножко тоталитарная расцветка. Немножко здесь каучука есть на подошве. Небольшие такие элементы. Не знаю. Вот еще раз говорю, что я все время стараюсь объективно говорить. И даже если какие-то там элементы мне правда иногда не нравятся в кроссовках, я все-таки на это стараюсь внимания не заострять. Но вот эти кроссовки, правда, при всем уважении к господину Ишоду, на мой взгляд, одна из самых скучных найковских моделей. Как говорится, prove me wrong. Тоже можете в комментариях написать, почему это не так. Может быть, они действительно супер какие-то технологичные. Кстати, как я узнал, оказывается, что практически для всех видео, в которых Ишот катается в этих кроссовках, почти все трюки, а может быть и все, он выполняет с первого раза. То есть очень стабильный, очень такой... Может быть, действительно, и поэтому они мне не нравятся, что человек стабильный, человек достаточно такой предсказуемый, а я все-таки люблю что-то такое более фонтанирующее. Но в целом не важно. Важно то, что те, кто любит кататься в скейтбордических кроссовках Nike, могут прийти в сквоты и посмотреть на новую коллекцию. Можете посмотреть ее на сайте, можете приходить сюда, померьте. Ну и, конечно, напишите в комментариях, где я был неправ, а где вы со мной согласны. Благодарю за внимание. С вами был Дмитрий Егоров из Сияющего Града на холме под названием Сквот. Смотрите наши обзоры и, конечно же, занимайтесь скейтбордическим катанием. До новых встреч. Пока.